Мы находимся на выставке MRO Russian CIS. Это крупнейшее в Восточной Европе и Азии мероприятие, посвященное техническому обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. И одна из важнейших тем, которую мы здесь обсуждаем, это вопросы развития и внедрения цифровых технологий, внедрения в область технического обслуживания. И поговорить на эту тему, задать вопрос о том, насколько это актуально сейчас в области гражданской авиации, именно освоение технических методов, цифровых методов для технического обслуживания. Мы хотим спросить у Максима. Пожалуйста, Максим. Спасибо, Алексей Алброс. В современном мире, в нашей отрасли, увеличивается и объем данных, и требование к качеству данных. Это ключевой вопрос развития процессов поддержания летной годности и улучшения наших сервисов. Поэтому для нас также в аспекте достаточно жесткого дефицита персонала и технических, квалифицированных сотрудников для выполнения технического обслуживания, при росте объемов, вопрос цифровизации и автоматизации является сейчас ключевым. Это фактически залог нашей конкретной способности. Сегодня, к сожалению, или, наверное, может быть, в чем-то и к счастью, у нас есть опыт других стран и предприятий, но, к сожалению, мы в России находимся на задворках этого процесса. Но будем честны. Благо, все крупные предприятия уже внедрили современные информационные системы, и мы идем по пути, мы стали на путь цифровизации в России, но нам еще долго и долго. Мы в СССР рассматриваем в этом году очень плотно вопросы мобильных технологий. Мы хотим, чтобы наши данные теперь были не только собраны, но чтобы наши данные были в онлайне. Мы хотим, чтобы наш технический персонал отражал факт технического обслуживания самолетов прямо сейчас, и мы могли контролировать этот процесс, принимать более взвешенные решения. Опять же, это все сталкивается с серьезными техническими сложностями, не так-то просто внедрить эту систему. И здесь и система имеет серьезные ограничения, которые не позволяют нам в полной мере их использовать для того, чтобы это внедрение не было ради внедрения, это внедрение было в пользу, чтобы наши техники не нагружались дополнительными техническими персоналами, даже не технический персонал, не нагружался дополнительно ненужной работой, как зачастую, к сожалению, это мы встречаем сейчас. Электронно-цифровая подпись как основной элемент замены бумаги, paperless. Все эти технологии мы также рассматриваем. Я упоминал сегодня как раз на панельной сессии, что у нас была встреча с Росавиацией. Они тоже заинтересованы, то есть мы видим от них заинтересованность в том, чтобы вместе мы шли по пути отказа от бумаги. Мы совместно с нашими коллегами делали презентацию на тему, сколько лесов мы рубили. Все это, мы идем по этому пути. Мы должны много работать с властями, мы должны много работать с нашим персоналом для того, чтобы сделать действительно хорошее решение. Но ключ в цифризации. Вот если, представя себе, что мы достигли вот некоего завтра, когда уже в основном все эти вот мы перевели отрасль именно в такое цифровое состояние, какие основные перспективы, преимущества будут получены благодаря вот этому процессу, достижению вот этих результатов? Ну, одно преимущество, которое я уже, наверное, отметил, я повторю, это то, что мы сможем получать информацию о состоянии воздушного судна в онлайн. Зачастую сейчас, когда техническое обслуживание выполняется с помощью бумаги, сотрудник в конце смены приходит и отмечает факт. Да, мы имеем задержку с предоставлением информации, а мы имеем задержку с теми же заказами в случае каких-то ситуаций аварийных. Мы должны звонить, мы должны пользоваться какими-то средствами коммуникации, хотя мы имеем систему, в которой мы можем в три кнопки это сделать. И здесь очень важно, что развитие цифровизации позволит нам автоматизировать большое количество процессов, в том числе сократить время между событием и реакцией на это событие. Банально, имея мобильные технологии, мы даже можем понимать, где конкретно сейчас находится персонал. У нас нет цели следить за персоналом, но в случае, если нам нужно перераспределить персонал каким-то образом, мы обладаем картой, мы обладаем пониманием, и нам будет легче это сделать, чтобы мы были в этом информационном поле более, так сказать, вооружены. Это раз. Во-вторых, бумага. Если мы все-таки откажемся от бумаги и сможем сделать paperless, электронно-цифровую подпись, без бумажных документов, наоборот, это позволит гигантские просто экономические, ну там уж не гигантские, конечно, но все-таки экономические какие-то профиты, преимущества мы получим. Да, потому что бумага это ненадежно. Бумага это ресурс, который нужно хранить много лет, он занимает много места, тогда, когда информационный носитель занимает, ну, ничего. Формально, при современном развитии технологии хранения данных ничего. То есть, несравнимые вещи, нет никакого там дикого удорожания в случае, если мы переходим на цифру. Тем более, что мы и так в цифре. То есть, мы фактически просто уберем бумагу. Это очень важное преимущество, которое мы все равно должны идти и должны развиваться. Плюс, если мы сможем в онлайне получать информацию о наших данных, она будет более качественной. Человек в любом случае, когда что-то делает, он потом идет и пишет, ну, может быть, не все. Он устал, да, он работал, ему нужно вписать, как можно быстрее пойти домой. А здесь мы должны сделать так, чтобы было легче, и тем самым мы получим преимущество в том, что он сможет сделать свой отчет, да, состояние судна более качественным. Да, конечно, мы должны развивать не только эти направления, но и направления, как я упоминал, RFID, для того, чтобы делать поиск компонентов на самолете в случае поиска, ну, компонентов, в смысле инструментов, более быстрым, тем самым сокращает время простоя самолета. Это тоже дорого, это тоже важно. Все эти технологии должны развиваться, безусловно, с пониманием выгоды, с расчетом стоимости, потому что все это очень дорого, и, может быть, внедрение, радиовнедрение, это плохо. Поэтому мы здесь пытаемся все-таки идти поэтапными шагами, делать некие такие пилотные проекты, конечно, сначала. Вот в этом году у нас будет масс-мобайл, то есть мобильные технологии. Мы попробуем электрон-сифровую подпись, мы попробуем обязательно сделать один пример си-чека без бумаги, ну, параллельно с бумагой, и мы попробуем, и мы попробуем, на сплавном этом году полностью завести RFID в инструменте. Как вы сказали, мы все равно пока находимся только в начале этого пути, и хочется сравнить опыт России с опытом зарубежных стран, опытом Европы, и я бы хотел поделиться своими знаниями Юлию, у которой имеется опыт работы именно как раз в зарубежных организациях. Что у вас? Да, Алексей, совершенно верно. И основываясь на опыте работы в европейском МРО, уже можно утверждать, что европейские коллеги сталкиваются точно с такими же проблемами, как те, что обсуждались сегодня у нас на конференции. И в первую очередь это, естественно, легитимность данных в электронном виде, так как для решения этой проблемы необходима кооперация с авиационными властями, и все-таки наши коллеги из Чехии доказывают, что это возможно сделать. И уже два года назад они внедрили пилотный проект по уменьшению, так сказать, информации на бумаге, и уже провели первый сит-чек на электронных картах. То есть вся информация вносилась с помощью компьютера, а уже бумажные носители, бумажные документы использовались только для архивации и для передачи заказчику. И действительно, это возможно, и это работает уже два года в европейских МРО, и поэтому нам есть на что равняться, есть к чему стремиться, и это действительно важно. А вот, кстати говоря, окей, авиационные власти признают, но если еще резингодатель самолета, для него как он это воспринимает, что ему, условно говоря, вместо пачки документов ему принести флешку, или что ему принесли? Ну, это уже следующий шаг в внедрении цифровизации в отрасли в целом, потому что это уже более глобальный уровень, где нужно работать, сотрудничать как резингодателем, так и оператором, так и МРО. А пока это был лишь первый шаг в эту сторону, который позволяет сократить объем работы внутри МРО и уменьшить, опять-таки, количество данных, которые техники должны вручную вписывать в каждую карту. А потом, естественно, следующим этапом будет уже внедрение какой-то, может быть, общей системы, либо внедрение процессов, когда системы информационные уже всех участников рынка могут передавать эти данные друг другу в электронном виде. В общем, как всегда получается, что невозможно одномоментно очутиться в прекрасном будущем, но, тем не менее, есть совершенно четкое понимание того, в какую сторону двигаться, и вот те шаги, которые нас приближают именно туда, в ту самую точку, где мы хотим оказаться. И я бы хотел поинтересоваться, вот как вы увидели ваше мнение об этой конференции и вообще о мероприятии, насколько, на ваш взгляд, оно полезно или интересно? Это, безусловно, важное и нужное мероприятие в отрасли, потому что здесь собираются все профессионалы, и они друг с другом обсуждают важные, насущные проблемы, которые потом, впоследствии, мы сможем все вместе решать. И только так мы сможем двигаться вот этому самому будущему, которое облегчит работу всем нам и будет делать нашу отрасль более надежной. А что нас удивило на этой конференции? Хороший вопрос. Меня удивил масштаб, потому что Россия все-таки это огромная страна, и здесь действительно очень много компаний, которые занимаются теми или иными областями. И замечательно то, что на этой конференции все они смогут собраться со всех концов нашей большой страны и все вместе все обсудить. Максим, ваши впечатления? У меня впечатление положительное. Я не в первый раз, да, мне нравится. С каждым годом, мне кажется, темы, которые мы поднимаем здесь, они уже более близки к уровню западного мира, который все-таки, я еще раз говорю, впереди, как и подтверждает Юлия. Но очень приятно, что сегодня, например, на панельной сессии мы обсуждали уже вопрос, но мы уже на уровне, то есть мы уже, ну да, мы еще не все сделали, но мы уже идем в пути. В общем-то, как я вот адепт этой идеи, что пока мы все вместе не создадим информационную среду, это к вопросу как раз вот о лизинг-гадателе, например, тоже, и не сможем обмениваться данными не по периодам раз в 10 лет, да, а постоянно. Вот тогда мы сможем полностью прийти в цифровой мир. Но для этого нужна коммуникация всех стран. И приятно, что мы не находимся, в общем-то, в начале пути, но мы понимаем, куда мы идем. Ну, это должен быть такой адаптивный подход, да, такой гибкий. Мы не можем двигаться стрим-глав, мы не можем реализовывать сразу все, потому что это будет, это будет фейл, это однозначно. Вот, мы должны шагами потихонечку смотреть, что нам это приносит. Потому что, как вот сегодня Павел, да, из Азуры Лайн сказал, да не нужно нам сейчас, вот для них, и не нужны все эти технологии с бигдатой, потому что их бизнес, наверное, сейчас требует там фокусировки на аэрворсность, и у них на безопасность эксплуатации, у них объем данных, он меньше требовательный, да. В процессе развития, возможно, им потребуется больше. Возможно, а возможно, не потребуется. Поэтому очень важно, чтобы мы шли в неком общении. И вот спасибо этой конференции, что мы здесь общаемся. Мы скажем свое мнение, мы, возможно, себе представляем, что мы должны идти так, но послушав коллег, мы понимаем, а есть другое мнение, они хотят по-другому идти. Мы должны выработать ядро и развиваться, как бы, гармонично, учитывая интересы всех участников общества, участников нашего маркета. И здесь спасибо конференции, что мы можем общаться. То есть фактически конференция превращается в такой один из инструментов для бизнес-работы, то есть можно включать ее как свои бизнес-процессы для обмена мнения, расширения кругозора, и это такая необходимая дополнительная область деятельности. Мы познакомились со многими интересными людьми, которые приходили со своими идеями, со своими решениями, со многими будем работать для того, чтобы улучшать наши процессы. Такие выставки, такие мероприятия позволяют узнавать опыт из первых рук. То есть приходят люди, и ты с ними говоришь, и ты спрашиваешь, ну, покажи пример, а он показывает. Это гораздо лучше, чем что-то в интернете смотреть, какие-то волшебные решения. Когда приходит человек, он с тобой говорит, он готов с тобой коммуницировать, это хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое.